Добрый вечер о событиях в городе и за его пределами в программе Вести Магнитогорск. Студия Анастасия Ишменева сегодня в выпуске. Еще не началась, но уже вызвала недовольство. Частные перевозчики не согласны с условиями маршрутной реформы в Магнитогорске. Диплом лучших изобретателей и благодарность пациентов. Южноуральские врачи восстанавливают слух при помощи специальной ткани. Помимо обыкновенного в Магнитогорске сегодня прошел и звездный снег. Осадки в виде подарков обрушились на спортсменов. Об этих и других событиях подробнее. Маршрутная реформа забуксовала на самом старте. Требования городской администрации к частным пассажироперевозчикам сами предприниматели считают слишком жесткими. Сегодня в мэрии состоялась встреча чиновников, депутатов и бизнесменов. На ней побывал и наш корреспондент. Многообещающая реформа транспортной сети может закончиться провалом. Во всяком случае, так считают сами частные перевозчики. Условия, предложенные им городской администрацией, предпринимателей не устраивают. Напомним, с 1 февраля в Магнитогорске предлагается оставить только 6 перевозчиков, которые будут работать на 39 маршрутах. Остальные будут объявлены вне закона. Однако победители конкурса должны будут ежемесячно вносить в казну 4 тысячи рублей за каждую «Газели». Кроме того, в своем бюджете перевозчикам нужно предусмотреть траты на замену «Газели» иностранными автобусами и установку технических новинок, как того требует договор. Также они будут обязаны арендовать и многоместные автобусы у муниципального предприятия. А это тоже деньги. Без кредитов не обойтись. Кроме того, они не уверены, что администрация поможет им в борьбе с нелегальными конкурентами, которые не платят никаких взносов. Без порядка, мы не заработаем, если денег не принесем. Если останутся эти же перевозчики. Поэтому мы бы хотели, чтобы в пункт обязательно добавился, что обязанность администрации. Дублеров не будет. У администрации на эти вопросы другая точка зрения. Плату за право работы на маршруте они считают адекватной. А с нелегалами намерены бороться жестко и системно. С недавнего времени штрафы за подобные нарушения выросли до миллиона рублей. Сплошная проверка машин – это единственный способ, который позволит поставить этот барьер. Не выборочно, не через одну, не как-то еще, а тотально. У легального перевозчика это время не отнимет. У нелегального перевозчика мы рассчитываем, чтобы он часов на пять тут около обочины притормаживался. Новые правила игры должны вступить в силу с 1 февраля. Однако в мэрии не исключают и такой вариант, что ведущие перевозчики будут бойкотировать конкурс. Тогда решение вопроса отложится еще на месяц, пока эти условия не примет кто-нибудь другой. Формально же итогом встречи стало предложение предпринимателям составить свой список пожеланий, которые, возможно, будут приняты. Виталий Березин, Антон Грабарев, Вести Магнитогорск. Магнитогорская прокуратура подводит итоги 2010 года и отмечает количество тяжких преступлений уменьшилось, зато выросло число краж. Немало в уходящем году было и экономических преступлений. Вновь возобновилось расследование дела, где главное действующее лицо МАК-техноцентр. Не так давно крупное дело возбудили и в отношении сотрудников администрации, которые продали земельный участок по заниженной цене 17 тысяч квадратных метров земли за 400 тысяч рублей. Хотя кадастровая стоимость в 100 раз выше 44 миллиона рублей. Этой сделкой незаконной занимались целый год. По нашей инициативе в прокурорной области было направлено исковое заявление о признании этой сделки недействительной, применении последствий недействительности, ничтожной сделки по продаже этого земельного участка. И арбитражный суд в итоге принял решение об удовлетворении исковых требований прокурорной области и признал эту сделку недействительной. Сейчас ведется следствие. Окончательные итоги минувшего года прокуратура подведет в начале января. В эфире Вести Магнитогорск. Продолжаем программу. В областном центре сегодня вручали премии лучшим изобретателям Южного Урала. Среди них и кандидат медицинских наук Мария Дубинец. Ее уникальная методика по восстановлению поврежденной барабанной перепонки уже вернула слух сотням южноуральцев. Подробности у наших челябинских коллег. Что ждете от операции? Улучшения. Улучшения, да? Ну давайте посмотрим. Ассистент кафедры Челябинской медакадемии Ирина Дубинец вопреки народной мудрости считает, лучше один раз услышать, чем сто увидеть. Вот уже 9 лет она помогает людям, утратившим слух, вернуться к полноценной жизни. Ее специализация — отохирургия, иначе говоря, восстановление механических повреждений барабанной перепонки. Тому, как делать это более качественно и эффективно, ей было посвящено ее научное открытие. Раньше стандартами нам было рекомендовано использовать для закрытия перфорации обычную перчаточную резину. На сегодняшний день это устаревшая методика. И коллективом сотрудников кафедры от ареноларингологии предложена методика использования тканево-коллаген-хитозановой трансплантации. То есть, когда используется пористое основание для создания оптимальных условий при трансплантации барабанной перепонки. Этот маленький кусочек пористой ткани российские медики называют коллаген-хитозановой пленкой. Но только в Челябинске это изобретение новосибирских ученых обрело вторую жизнь. Изготовленный из панциря дальневосточного краба, материал хорошо впитывает влагу и ускоряет процесс заживления. Решение использовать пленку в лечении дефектов барабанной перепонки стало настоящим прорывом в уральской лормедицине. Наша методика внедрена в клиниках и больницах города. Больных у нас уже есть. В принципе, результаты хорошие. По новой методике, разработанной группой челябинских ученых во главе с Ириной Дубенец, уже активно оперируют в больницах Челябинска и области. Именно это стало определяющим фактором, повлиявшим на решение конкурсной комиссии. В этом году победа прислуждалась тем изобретателям, чьи открытия уже нашли практическое применение. Я думаю, что уральская земля, как малахитовая шкатулка, не сходевает. И будем надеяться, что и на следующий год у нас не менее значимые и интересные изобретения будут представлены на конкурсе. В этом году конкурс «Изобретатель Южного Урала» проводился по шести номинациям. Среди них – открытие в области энергосберегающих и нанотехнологий, утилизация отходов и экология. Однако самой востребованной стала номинация «Медицина». Ведь ценность открытия в этой области измеряется не экономическим эффектом, а количеством спасенных человеческих жизней. Мария Неволина, Нина Пырьева, Вести, Южный Урал. Об Магнитогорске поздравляли одаренных детей нашего города. Елка главы собрала более 300 школьников от 7 до 14 лет. Все они победители различных конкурсов, олимпиад и соревнований. Подробности в нашем следующем материале. Многие из этих школьников еще верят в Деда Мороза, но у каждого за спиной медали и дипломы самых престижных городских, областных и федеральных конкурсов. Поздравить юных гениев нашли время и первые лица города. Новогодний гардероб 2011 Евгения Тевтелева – строгий костюм, а в детстве будущему главе праздничный наряд – шила мама. Я помню, что Буратино точно у меня был. Я был худенький мальчик такой. И мне так, пошитый буратинный костюм. Вот. И я, ну, будем так говорить, любил шувать, наверное, нос. Старался узнать все. Фантазия нынешних родителей давно вышла за рамки советских мультфильмов. В моде современные персонажи. Хотя для девочек любимый наряд по-прежнему вальное платье. Дети признаются, желание на следующий год уже загадали. Чтобы у моей мамы было много счастья. Моя мама, ну, она и так счастливая, но чтобы у нее побольше счастья было. А самой себе что загадала? Чтобы было много платьев. После поздравлений новогодний спектакль и сладкий подарок каждому ребенку. И традиционная елочка гори, чтобы мечта каждого ребенка обязательно исполнилась. Раз, два, три! Светом праздничный гори! Галина Кочерова, Елена Астанина, Антон Грабарев. Вести. Магнитогорск. Досрочно Новый год отпраздновали и в Правобережном районе. Хороводы вокруг праздничной ели водили сегодня воспитанники детского сада и школы номер 28, кстати. Украсить лесную красавицу помогли сами ученики. В детстве я обычно Новый год всегда встречал за городом, где-нибудь в лесу, возле настоящей елки. Последние несколько лет встречаю Новый год дома, с семьей. По-моему, самая главная и самая лучшая традиция для нас, вот как для горожан, как для русских людей, это именно встречать Новый год в кругу семьи, потому что это семейный праздник. Ель простоит до конца января, так что загадать новогоднее желание успеет каждый житель района. Далее новости спорта продолжат программу. Звездным снегом сегодня засыпало Могнитогорск. Под таким названием прошел традиционный праздник – награждение спортивной элиты города. Итоги года – внушительная стопка благодарности и грамот. Самую сочную угрозь наград завоевали хоккеисты. Диплом – металлургу Станиславу Чистову и целых четыре награды стальным лисам – Антону Васину, Евгению Григоренко, Ярославу Хабарову. И один общий за матч Кубка Открытия. Это не самое главное, что получилось. Продолжаем дальше работать. Я, конечно, в шоке был. Есть еще ребята, которые именно меня. Я очень рад этому. В призерах – привычные представители академической гребли, дзюдо, легкой атлетики. В этих видах спорта магнитку знает вся сторона. Награды нашли героев и в настольном теннисе, карате и гребле на байдарках и каноэ. Вид спорта очень хороший, но жаль, что все меньше и меньше ребят приходят в секцию заниматься. Если раньше существовала проблема отбора, то теперь в полный рост проблема набора. Нужны такие виды спорта, которые развивают гимнастические, дают упражнения, плавание. Поэтому эти виды у нас здесь действительно перебор в школах. Очень большой спрос и даже не хватает то, что касается бассейна. В хоккейной школе тоже очень большой наплыв детей. 2011 год спортсменам больших изменений не принесет. Открытие бассейна на левом берегу еще под вопросом. А в Москве рассматривают кандидата на обладателя искусственного футбольного поля. Либо Магнитогорск, либо Челябинск. Окончательный ответ дадут в начале января. А магнитогорские хоккеисты накануне встречались с болельщиками, самыми преданными и давними. Фан-клуб с ироничным названием «Старые клюшки» решил поздравить игроков с Новым годом. Пришли к хоккеистам с подарками и стенгазетой, на которой поздравления для каждого игрока. Нам всегда важна поддержка болельщиков. А то, что поддерживаете вы нас, для нас это очень большая честь, для нас и для клуба. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, любви, долгих лет жизни. От самого молодого, спасибо. От самого старого. Общение получилось недолгим у хоккеистов на носу игра с Акбарсом. Так что после обмена подарками Новый год «Старые клюшки» отпраздновали в своем тесном кругу. Вот это словосочетание, оно характеризует, как нельзя более кстати, содержание вот этой группы болельщиков во всех смыслах. И возраст, и суть, и характер, как говорится, появились. Может быть, сначала пока еще не все получается, и активность не та, что у молодого фан-клуба, там у ребят, молодых, которые флагами машут, и силы там у них побольше в руках. Я думаю, что это все поправимо. В детстве сама играла на улице с мальчишками, да. Побеждали? Ну, конечно, когда побеждали, когда валялись уже в снегу. Все было. На матче с Акбарсом «Старые клюшки» в последний раз в этом году поболеют за любимую команду. Пенсионеры надеются, что в конце сезона будут встречать в аэропорту чемпионов. Елена Астайна, Мария Дройна, Антон Грабарев, Евгений Грудев, Вести, Магнитогорск. До Нового года считанные дни с наступающим всех южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области. Уважаемые южноуральцы, в эти минуты мы по традиции вспоминаем уходящий год. И вспоминаем его добрым словом. 2010 год для нашей области не был простым. Но в этом году снова стала расти наша экономика. И больше наших земляков почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Мы смогли вовремя оказать поддержку сельскому хозяйству. У нас стало оживать жилищное строительство. В городах и селах Южного Урала началась масштабная реконструкция дорог, улиц, дворов, которую мы продолжим в следующем году. Область достойно встретила юбилей Великой Победы. Выполнила свои обязательства перед ветеранами. Сохранила все социальные программы. Новый год приносит новые надежды. Пусть они сбудутся у каждого из вас. Благодарен вам, уважаемые земляки, за большую и созидательную работу. Желаю всем в новом году крепкого здоровья, благополучия и достатка. С Новым годом, южноуральцы! Какая погода нас ожидает в один из последних дней уходящего года, узнаем через несколько секунд. О новых событиях 20.30 на телеканале «Россия» не пропустите. Сегодня в Фершампин-Уазе столбик термометра опустится до 10 градусов, днем покажет минус 8-10. В Кизельском районе ночью до 10 градусов мороза, днем 7-9 со знаком минус. В Верхнеуральске ночью температура воздуха опустится до 14 градусов, днем минус 8-10. В Новоябзакова ночью до 12 градусов мороза, днем до 11. В Магнитогорске облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью до 11 градусов мороза, днем минус 9-11.